Всем привет! С вами я, Любомир Борода. Друзья, сегодня я хочу рассказать вам о том, как можно сплести браслет, имея на руках всего лишь небольшой отрез паракорда и немножечко микрокорда, без всяких дополнительных застежек, прибамбасов и приблуд. Согласитесь, не всегда есть под рукой дополнительные элементы, а паракорд с микрокордом в принципе можно найти практически всегда. Итак, давайте делать браслет. Итак, приступим. Для начала нам надо выбрать основу нашего паракорда, то есть каким цветом будет основа нашего браслета. Я для нашего случая возьму черный паракорд 550-й компании Adwood Rob. Теперь время определиться с микрокордом. Микрокорд я также использую компанией Adwood Rob. Адрес сайта в принципе даже вы можете посмотреть вот здесь. Он написан. Также я оставлю в описании к этому ролику, для того чтобы было вам удобней. Вот, собственно, разных цветов. Это еще не все, которые у меня есть. У меня их достаточно больше. Но это так, я выбрал, чтобы вам показать. Я думаю, что в нашем случае мы возьмем... Давайте возьмем вот такой вот ярко-синий, наверное. Нет, лучше вот возьмем Neve Blue. Он как раз будет классно смотреться с нашим черным паракордом. Итак, друзья, первым делом мы берем отрез паракорда. В моем случае это 80 сантиметров. Вот он уже сложен пополам. По идее можно взять меньше. Но я всегда беру больше. Это вы уже знаете из моих предыдущих роликов. Я люблю оставлять запас на всякий случай. Плюс в этом браслете нам надо обязательно плести бриллиантовый узел. И, соответственно, если мы будем экономить, то узел будет плести не так удобно, когда концы у вас все-таки подлиннее. Вот, собственно, берем середину. И первое, что мы делаем, мы делаем петлю. Таким вот образом. Понятно, да? Еще раз. Закидываем сюда и проводим под петлей. Понятно? Вот так вот должно получиться. А потом этот хвост проводим снизу и сверху накидываем в петлю, заводим в нее и затягиваем. Затягиваем оба вместе одновременно, для того, чтобы не сделать один конец длине другого. Вот такая петелька у вас должна получиться. Эту петлю можно удобно отрегулировать. То есть вот таким образом ее распускаем, таким образом ее зажимая, для того, чтобы сделать чуть-чуть меньше под наш узел. Вот так вот сделали, чуть-чуть сместили, подтянули и, соответственно, отрегулировали ее по диаметру. Что мы делаем дальше? Дальше мы примерно определяем размер нашего браслета. Петля – это то место, куда будет вставляться бриллиантовый узел. Примерно прикидываем тот момент, где у нас будет узел. Ну, в моем случае он где-то здесь. Как блестить бриллиантовый узел? У меня есть ролик. Поэтому здесь я вам покажу по-быстренькому и дам ссылку на ролик, чтобы вы могли уже более тщательно посмотреть, как это делается. Вот мы сделали бриллиантовый узел. Начинаем его затягивать. Вот я чуть-чуть перетянул и, соответственно, узел мне надо немножечко переместить. Для этого я его, соответственно, чуть-чуть расслабляю и сдвигаю подальше к концу. Итак, вот мы поставили узел на нужное нам место, на нужное расстояние. Накинули на руку, просунули его в петлю, посмотрели, что у нас есть какой-то запас. Вот у меня заходят два пальца. Учитывайте, потому что здесь будет микрокорд и он заберет небольшую часть объема от браслета. И, соответственно, если вы здесь сделаете впритирочку, уже впритык, то потом у вас браслет будет очень туго затягиваться. И, соответственно, если браслет туго сидит на руке, ну, вот прям впритык, да, то учитывайте, опять же, тот момент, что ваша рука, когда жарко, она становится немножко больше. Когда вы занимаетесь спортом, она тоже немножко, так сказать, раздувается, и браслет начинает сжать. Плюс, когда, какой бы ни был паракорд и микрокорд качественный, когда вы его мочите, когда вы с ним купаетесь, моетесь и прочие пироги, то он немножечко становится таким, как бы, суховатым. Вот, и, соответственно, тоже немножко подсаживается, что ли. Дальше я беру свой станок, паракорд джик, и растягиваю на нем нашу основу для браслета, для того, чтобы было удобно оплести это все дело микрокордом. Микрокорды для таких дел я беру чуть больше двух метров. Можно взять два, но, опять же, на последних стежках вы будете очень сильно экономить. И бывает такое, что вот можно чуть-чуть совсем не подрассчитать, и вам не хватит двух-трех стежков. Ну, соответственно, тут уже будет вариант либо переносить узел и делать браслет плотнее, либо оставлять так и говорить клиенту, ой, извини, не хватило, либо напаивать маленькие кусочки микрокорды и тем самым создавать себе неудобства. Вот, соответственно, ну, как я считаю, лучше взять больше. Я всегда беру больше. Здесь вот я сейчас взял примерно 2,20 микрокорда компании Эдвут Роб, про которые я вам уже говорил. И, соответственно, опять же, находим середину и начинаем плести обычную кобру. Как оплетать две жилы 550-го паракорда микрокордом, я показывал в своем ролике плетем ланьярд из паракорда микрокорда. Ссылку на этот ролик я даю в описании к сегодняшнему нашему уроку. Если кто-то не хочет переключаться на другой ролик для того, чтобы посмотреть, как это делается, покажу здесь. Вот тут у меня середина. Я беру левый конец и накидываю его на основу нашего браслета. Таким вот образом. Потом беру правый конец, накидываю сверху на левый конец, провожу под основой и в получившуюся петлю завожу хвост. И этот узелок аккуратно затягиваю, не перекашивая ни в одну, ни в другую сторону, для того, чтобы оба конца у нас были одинаковые по размеру. Если вы перетянете сюда или сюда, это как в случае со шнурками. В конце при плетении вам может не хватить. Далее мы берем уже этот хвост с правой стороны и точно таким же образом накидываем его сверху на основу. Левым хвостом проводим над правым, под основой и в получившуюся петлю. И затягиваем. Всегда старайтесь затягивать равномерно, чтобы у вас шел узел к узлу. Опять начинаем с левой стороны. То есть вы все время чередуете хвосты, стороны, с которых начинаете накидывать на основу. Теперь опять справа. Накинули здесь, накинули здесь. Провели, зашли в петлю, затянули. Тут нет вообще ничего сложного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот у нас остались последние стежки. И смотрите, паракорды, как я уже говорил, я взял 80 сантиметров. И вы видите, что при закреплении на джик не такой уж и большой хвост остался, соответственно, не страшно его потерять. А микрокорды я брал 2 метра 20 сантиметров. Учитывая, что браслет я делал на руку, у меня запястье 18, я взял немножко больше, примерно на запястье 19 сантиметров притык в обхвате. Вот и считайте, если вы хотите сделать средний браслет на среднюю мужскую руку, то вам нужно иметь 70-80 сантиметров паракорда 550 и 2 20 2 метра 20 сантиметров микрокорда, потому что хвосты у нас, смотрите, остались там по 6-7 сантиметров. Это как раз нормальная практика, лучше оставить столичка, нежели у нас чего-то не хватит. Нашу конструкцию можно снимать с джига для следующего этапа. Итак, остался последний шаг. Убрать концы. Тут все просто. Мы берем ножнички, отрезаем, подплавляем, только не сжигайте, и прижимаем, чтобы получилось вот так вот красиво. С этой стороны делаем то же самое. Обрезаем, подплавляем, прижимаем. По идее, браслет готов, но остались два хвоста. Соответственно, есть два варианта. Первый, мы можем обрезать прям под узел, оплавить, прижать, и у нас будет браслет цепляться за узел, и это и будет его окончание. Но я делаю немножко по-другому. Я беру вот такие бусинки. Эти бусины, они стоят какие-то копейки, их продают кучей. Насчет Алиэкспресса не скажу, но у поставщиков, которые... Да и на Алиэкспрессе наверное есть. Но я беру поставщиков, у которых беру паракорд. Эти бусины, собственно, их очень много цветов, стоят они какие-то понты, и они удобны как раз в плане каких-то там хвостовиков для таких вот браслетов. Собственно, что мы делаем? Мы продеваем бусину в паракорд на один хвост и на другой. И здесь уже смотрим какой длины мы хотим оставить хвостики. На такую длину примерно оставляем наши бусинки. Я никогда не делаю ровно, потому что мне не нравится когда вот прям ровно-ровно все это отрезано, и поэтому я делаю примерно вот так. Один кончик делаю короче, один кончик делаю длиннее. Давайте начнем с того хвоста, который длиннее. Собственно, я его просто обрезаю. чуть-чуть подгоняю сюда поближе, потом оплавляю конец, подтягиваю бусину к самому хвосту и таким образом прижимаю. С одной стороны надавливаю бусиной, с другой стороны надавливаю зажигалкой, прижимным устройством. И получается вот такая штука. Эта бусина отсюда не слетит. А теперь вторую. вторую мы делаем несколько короче. Соответственно, вот в этом месте я ее обрезаю, обрезаю паракорд и делаю то же самое. и получается такая у нас штука. Осталось дело за малым. Одеть браслет на руку на руку. Одевать левой рукой на руку правую не всегда удобно. Особенно, когда ты делаешь это на камеру и немножко волнуешься, но все равно получится. Вот. Собственно, такой получился браслет. он держится за петлю, у него есть немножко свободного места для того, чтобы он не давил. И так вот торчат эти штуки. Кому-то они, наверное, неудобны, но многие наоборот любят, чтобы такие вот хвостики торчали. носить можно как вот на эту, например, сторону, так и на другую, а можно одеть его вот таким образом, чтобы, сейчас покажу, вот так, чтобы эти хвосты были у вас на запястье с этой стороны, как обычно и стоят все бусины, любые замки и крепежи на браслетах, они всегда смещаются на эту сторону запястья. Вот таким вот образом. И тут уже получается, они вам особо и не мешают и прикольно смотрятся. Такой вот получился, друзья, браслет. Спасибо за внимание, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, ну, кому не понравилось, ставьте дизлайки, обязательно комментируйте и я очень бы хотел вас попросить, чтобы вы сделали репост этого ролика в социальные сети, тем самым вы поможете моему каналу развиваться дальше и это меня очень сильно мотивирует на создание более интересных роликов. Также задавайте вопросы, спрашивайте, что вам интересно, что вам показать в следующем ролике, а я с удовольствием постараюсь оправдать все ваши надежды и желания. Спасибо за внимание, с вами был Левомир Борода, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok